Необычные, единственные и неповторимые. Телевисочные лошкари покорили Европу. На международном конкурсе «Брависсимы» в испанской Барселоне образцовый коллектив стал лауреатом первой степени. Члены жюри от выступления ребят и их таланта были в восторге и говорили, что подобного никогда не видели. В адрес лошкарей от европейских экспертов звучали десятки признаний. Их концерты хотят видеть везде. Олег Катанзейский отправился в Телевиску, чтобы узнать, в чем секрет русского народного инструмента. Казалось бы, ну что тут сложного? Стучишь себе ложками под музыку, вот тебе и весь секрет игры на русском инструменте. На самом деле это настоящее искусство. Сложное, необычное и даже травмоопасное. Без мозолей на пальцах и синяков на ногах со сцены не уйдешь, уверяют музыканты. Вот так вот ни в коем случае, вот так вот не набить. Звук глушится сразу? Ну я вот бью. Вот по этой части ложки набить, вот по этой. Честно, больно на самом деле. Да, больно. Я поэтому ложки полегче предпочитаю. Сидяки страшно набиваются, да. В этом плане не очень комфортно. Чтобы научиться играть на ложках, необходимо иметь особый слух, а еще ловкие пальцы. Ведь участники ансамбля порой одновременно держат в руках по четыре, а то и больше ложек. Причем не просто держат, а виртуозно ими владеют. Справляются далеко не каждый, поэтому в коллективе только самое лучшее. На то он и образцовый. Это как ритм, как ударник в группе. Тоже нужно соблюдать все меры и звук. Быть похожим на остальных в группе. Бывает ложки ломаются, бывает что-то выскочит, выскользнет. Но от волнения все бывает чаще всего. Расписные, дубовые и даже кокосовые. На каждый вид ложки свой герой. Одни предпочитают обыкновенные из сосны, другим подавай дубовые. Они потяжелее, их в руках держать удобнее. Да и звук у них особенный, такой русский и неповторимый. Мне кажется, что ложки это просто русский дух пропитан, в ложках весел. И когда выезжаешь, видишь игру на ложках, сразу понятно, что тут русские играют. Святослав Дуркин самый опытный в ансамбле. В почетных ложкарях он с основания коллектива, то есть уже 11 лет. На русском инструменте играть начал еще в пять. Впрочем, как все начиналось, давно не помнит. И хотя в юноше опыта хоть отбавляй, во время выступлений все равно волнуясь, признается Святослав. Говорит, во время концерта из рук часто выпадают ложки. Бывает, бывает. Очень много раз. И не знаю, что делать, но как-то выкручиваешься с этой ситуацией. Для образцового ансамбля выезд за границу далеко не первый. В прошлом году они были в Болгарии. В этом в Италии, Франции и Испании. В последние стали лауреатами первой степени на международном конкурсе. После выступления ложкарей публика буквально ликовала. И хотя жюри их оценило не по максимуму, приз зрительских симпатий бесспорно был завоеван талантливым коллективом из Тельвиски. И там был такой интересный момент, что все поощряли, ну, дипломаты, те, кто победили, там, лауреаты первой, второй, в разные номинации. И потом у нас спрашивают, как вы считаете, кто гран-при заслужил? И нам было просто приятно, что все зал сканировал, что ложкари. Сейчас ребята готовятся к очередному выступлению. Оно пройдет в Архангельске, а уже на следующий год ансамбль «Ладушки» ждут на Мальте. Поэтому впереди упорные репетиции и новые постановки, которые в очередной раз покорят тысячи сердец. После небольшого мастер-класса ребята согласились взять меня к себе в коллектив. Правда, сказали, что играть у меня пока особо не получается. Впрочем, задатки какие-то да есть. Ну, действительно, время вступления, чувства непередаваемые. От звука бьющихся ложек, мурашки идут по коже. Я думаю, что, может быть, через пару месяцев все же не получится оказаться среди них. Олег Котанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север Тельбиска».